Всем привет! Блокпост начинает работать! Всем привет! Итак, процесс сборки и окраски нашего полка завершён, и мы с вами подошли к вопросу о базировании наших солдатиков. Подставки, как известно, бывают индивидуальные, а бывают полковые. Сегодня мы сделаем полковую подставку, точнее я расскажу о том, как я делаю эти самые полковые подставки. И для этого нам потребуется вот такая вот штука. Это доска для лепки, ну вот, например, в таком формате. Так, что такое доска для лепки? Доска для лепки – это лист пластика, достаточно толстого, примерно миллиметр толщиной. Может быть белого цвета, реже встречаются, например, зелёного цвета. Вот, формат этой доски также может быть любой. Вот здесь А5, ну лучше, конечно, покупать А4. Продаются такие доски в магазинах канцелярских. Стоят, ну, не такие уж большие деньги. Вот в данном случае, видите, здесь набор со стеками, хотя, конечно, эти стеки не особенно нужны. Ну, с другой стороны, куда-нибудь может пригодяться. Пусть пока лежат. Есть, не просят. Снимем плёнку. И чем хорош данный пластик? Он очень хорошо режется, обрабатывается, к нему всё прекрасно клеится. Вообще, это самый удобный и дешёвый, на мой взгляд, материал в своём сегменте. Кроме вот таких вот досок для лепки толщиной около миллиметра, бывают, продаются там же доски для лепки тонкого пластика, такие очень гибкие, ну, где-то там доли миллиметра. Я вот такие вот, значит, такой пластик я вам не рекомендую брать, потому что он плохо клеится ко всему. Он очень гибкий, большую подставку хорошую из него не сделать. Ну, в общем и целом, для каких-то нужд он может подойти, но для наших нужд, для своих нужд я это не беру. Я имею в виду изготовление командных подставок. Сам процесс разметки не представляет ничего с собой сверхъестественного и сложного. Здесь всё обычно. Берём какое-то приспособление для письма, берём линейку или треугольник, размечаем и дальше начнём это дело резать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, подставки размечены. Можно начинать резать пластик. Пластик режется хорошо. Понятно, что основные приёмы работы с пластиком, они всегда, как из ПВХ, одинаковые. Не надо стараться форсировать и пытаться отрезать всё сразу за один раз. Лучше провести несколько раз ножом и аккуратненько всё отделить. Берём нож, какой у вас есть, какой вам нравится по руке. Ну и, собственно, начинаем нехитрый процесс. Ведём аккуратненько по линии разметки. И далее, проведя разик, так слегка наметив эту линию, мы проводим по ней ещё раз, с лёгким нажимом, ещё разочек. Особенность этого пластика в том, что здесь совершенно не обязательно прорезать прям насквозь-насквозь. То есть он прекрасно отломится по линии надреза и никуда в сторону не уйдёт. Вот разика по три провели. Нормально. Теперь можно здесь провести по центру. Понятно, что если вы аккуратный человек, то у вас всё получится идеально. Но если не очень аккуратный, то и заморачиваться особенно не нужно, потому что всё-таки это полковые подставки, не так уж они прям критичны к миллиметрум. Так. Сейчас. Так, отделим. Хорошо. Так. И отломим. Вот, как видите, достаточно легко ломается. Так. Ну и отделим одну подставочку, на примере которой мы и будем дальше с вами осуществлять процесс. После того, как вы вырезали нужное количество подставок, вы столкнетесь с тем, что края подставок будут иметь, ну, в результате отрезания заусенцы, какие-то острые грани достаточно, местами неровные. Вот. И края подставки нужно обработать. Делается всё достаточно просто. Берётся нож тот же самый и аккуратно, с небольшим усилием, вы проводите по грани подставки и приводите её в состояние, которое удовлетворит ваш эстетический вкус. Особенность данной процедуры в том, что она достаточно, как сказать-то, производит много мусора. Поэтому лучше всего резать там, где этот мусор легко убрать, потому что иначе на вас будут ругаться ваши близкие. А если вы живёте один, то и тем более, поскольку этот мусор-трап придётся убирать уже вам. Итак, мы завершили все резательно-мусорные работы и переходим теперь к творчеству в чистом виде. Сейчас мы будем лепить. Значит, что и зачем мы с вами будем лепить? Я долго думал, пробовал, как прикрепить фигурки к подставке так, чтобы они держались надёжно, чтобы не отваливались, и при этом, чтобы клей не портил подставку. Есть такая проблема. Основной клей для... При работе с солдатиками, это всё-таки ПВА. Ими песочек засыпают, там оформляют базы. ПВА всем хорош, но он имеет свойство сжимать, выгибать базы. А пластик всё-таки достаточно подвижный. Поэтому я... Итак, две задачи. Чтобы подставку не изогнуло, и чтобы фигурки держались крепко, потому что никуда убирать я их с подставки больше не планирую. Значит, что я здесь для себя решил? Опять же, посмотрев в интернете, почитав умных людей, я приклеиваю фигурки на эпоксидную смолу. Как я это делаю, мы посмотрим в следующей части сюжета. А сегодня мы сделаем с вами бортик по периметру подставки, чтобы, собственно говоря, эта самая эпоксидная смола не растекалась. Данный бортик можно, конечно, сделать, приклеив, например, кусочки ПВХ по краю, но я иду другим путём. Я использую эпоксилин. Эпоксилин-момент. Он использует двухкомпонентную смесь, холодную сварку ещё называют её. Почему? Потому что данный материал, ну, это, по сути, как напоминает по консистенции пластилин, с ним удобно работать. А материал, в общем-то, не пахнет, не раздражает ни глаза, ни нос. И при застывании материал становится очень жёстким. И он создаёт по периметру подставки дополнительно такое ребро жёсткости. Я слышал, что, как бы, ну, знаю, что рекомендуется работать с эпоксилином в перчатках резиновых. Ну, я как-то, может быть, зря, конечно, всё это делаю голыми руками, потому что не могу я заниматься даже самой примитивной лепкой ни голыми пальцами. Значит, как работает эпоксилин, если вы с ним никогда не сталкивались? Значит, это два брусочка разного цвета, напоминающие пластилин, такой вот белый и серый. Какая-то тут есть магический смысл в этих двух брусочках. В общем, смысл какой? Вы отщипываете равное количество от каждого бруска. Ну, разумеется, мы делаем это на глаз, потому что... Потому что на глаз. Вот. Если он лежит дома у вас, то он достаточно мягкий. Вот. Отложили в сторону. Они в бумаге, потому что, если они смешаются в коробке, то они и застынут. Поэтому, видите, каждый кусочек, он, брусочек обёрнут бумагой. Ну, а, соответственно, для того, чтобы работать, мы начинаем это дело смешивать. Мы начинаем это дело смешивать. В общем, если вы добавите белого больше, чем серого, тогда у вас материал высохнет быстрее. Если белого будет меньше, чем серого компонента, то материал будет застывать дольше, он будет более липкий. Вот. Но, когда вы поработаете с эпоксилином некоторое количество времени, то вы эти тонкости сами поймёте. Значит, что и зачем я делаю? Я смешиваю два комочка эпоксилина, и для того, чтобы превратить их в однородную массу. То есть, вот эти белые прожилки, они полностью размешались в сером материале, и когда материал станет однородным, с ним можно работать. Он достаточно липкий. Хотя, если вы, допустим, работали с гринстаффом, зелёнкой, то, конечно, зелёнка намного более липкий материал. Понятно, это настоящая смесь. А это, по большому счёту, материал эпоксилин. Продаётся в магазинах сантехники, например. Вот. Собственно, это одна из достоинств эпоксилина. Он дешёвый и доступен в любом месте, где бы вы ни жили. А ту же самую зелёнку, она, во-первых, дороже, во-вторых, заказывать её надо через интернет. Это всё достаточно хлопотно. И для таких вот простых целей, ну, как-то даже жалко. Итак, мы энергично размешиваем эпоксилин. Если добавить сюда воду, ну, например, блюдечко с водичкой поставить, то эпоксилин будет ещё более липким. Ну, то есть, обмакивать пальцы и мокрыми пальцами, допустим, разминать. Вот. Но я в данном случае это делать не буду. Да, сразу хочу предостеречь вас не использовать слюну. А то это прям тянет, знаете, пальцы облизать. Поскольку материал всё-таки химический, то для здоровья это не полезно. Так. Обрабатываем материал. И ждём, когда консистенция достигнет нужного состояния. Так. Так. Продолжение следует...